Всем привет! Можно сказать, что прошла вторая неделя мая и давайте вместе с вами подведем ее итоги. Для этого я собрал в этом видео для вас самые важные, интересные, увы, но и неприятные новости и изменения, которые касаются украинцев в Европе. И вот некоторые темы. Германия выделит дополнительные деньги на беженцев. Польша продлили программу бесплатного жилья для украинцев. В Молдове сократят срок пребывания для украинских беженцев. В Ирландии беженцы вынуждены жить в палатках и новое жилье для беженцев в Швейцарии. Такие у нас итоги второй недели мая. Так что подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, поделитесь ссылкой на этот ролик в ваших соцсетях и давайте к делу. Итак, несмотря на долгие споры между правительством и федеральными землями, по предварительным итогам саммита канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что решено дополнительно выделить из федерального бюджета 1 миллиард евро на расходы федеральных земель, связанные с приемом, размещением и содержанием беженцев. При этом ранее в этом году уже увеличивалось финансирование расходов земельных властей на обустройство беженцев на 2 миллиарда 750 миллионов евро. В общей сложности расходы Германии на беженцев, включая приехавших из Украины, должны составить 16 миллиардов евро. Но представители Баварии, Саксонии и Саксонии-Анхальт высказали жесткую критику, что предусмотренные федеральным правительством увеличение финансирования на 1 миллиард евро абсолютно недостаточно и ни в коей мере не соответствует напряженной ситуации на местах. Потому как, кроме постоянно пребывающих украинцев, согласно данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, было подано 101 981 прошение об убежище. Это на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украинцы не учитываются в этом количестве, потому как у них упрощенные бюрократические процедуры и они не подают официальное прошение об убежище, но получают полное финансовое и социальное обеспечение. Следующая новость касается бесплатного жилья для украинцев Польши. Тут 28 апреля 2023 года министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский подписал постановление об изменении образца заявлений о назначении денежной компенсации по программе 40+, за предоставление жилья беженцам из Украины. В этом же документе также говорится, что право на получение этой компенсации продлено до 24 августа 2023 года. Новый образец заявления начал действовать с 3 мая от предыдущего. Он отличается тем, что в список месяцев, за которые можно получить компенсации, добавили май, июнь, июль и август 2023 года. В общем, помощь эта очень серьезная, потому что украинцам на первых этапах в Польше без собственных сбережений выжить очень сложно. Особенно это касается одиноких родителей, из которых некоторые все равно в перспективе переезжают в другие страны, где предоставляют полное обеспечение. Кстати, по этой теме есть отдельное видео на канале, ссылка будет в описании к видео. Дальше, не очень положительные изменения по Молдове. Тут комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдове приняла решение, что с 15 мая 2023 года срок пребывания на территории Молдовы для лиц, имеющих право на временную защиту, будет составлять 90 дней в течение полугода. Но люди, оформившие временную защиту, по-прежнему смогут воспользоваться упрощенными условиями трудоустройства. В целом, Молдова не очень популярная страна для украинцев из-за своих условий по обеспечению. Но, тем не менее, если смотреть на данные ООН, то за апрель месяц в Молдове стало на 635 украинцев больше. Следующая новость касается беженцев в Ирландии. Тут опять вылезли наружу проблемы с жильем. Ситуация случилась в Дублине. Беженцы, которых не обеспечили жильем, поставили 14 палаток на Маунт-стрит возле службы размещения в рамках международной защиты. Один из украинцев, которые жили в палатках, рассказал, что он с марта месяца находится в такой ситуации. А в департаменте интеграции сообщили, что в настоящее время есть 6 украинских беженцев, которые не размещены. Все они одинокие мужчины. Четверо прибыли в Ирландию в марте и двое в апреле. А также говорится о том, что именно с размещением одиноких мужчин возникают самые большие сложности в этом вопросе. Но тут есть интересный момент. Эти украинцы обратились за международной защитой в то время, как все украинцы оформляют статус временной защиты. Который в Ирландии оформляется, наверное, быстрее, чем в всех других странах, которые принимают украинских беженцев. Кстати, насчет постоянно очень сложной ситуации по жилью для украинцев. Тут тоже как-то все стихийно. И иногда этот вопрос стоит очень остро, а иногда все не так страшно. Например, знакомые, которые переехали из Швейцарии в Ирландию где-то в марте, с момента обращения за статусом временной защиты, жили в нескольких временных объектах, прежде чем их расселили в постоянное место проживания. А другие знакомые, которые поехали в Ирландию прямо из Украины в конце апреля, уже на следующий день после прибытия получили свое постоянное место проживания. Так что с жильем тут полная фортуна. И кому как повезет, можно узнать только по факту обращения. И последняя, но хорошая новость связана с новым жильем для беженцев в Швейцарии. Тут в связи с постоянным ростом беженцев, правительство Швейцарии поручило федеральному департаменту разработать в ближайшее время стратегию и предоставить план строительства дополнительного временного жилья для просителей убежищ. Также отмечается, что Федеральный совет запросила парламент одобрить выделение более 132 миллионов швейцарских пранков на строительство этого дополнительного жилья для просителей убежища и других лиц, нуждающихся в особой защите. На официальном сайте в пресс-релизе правительства отмечается, что ежемесячная регистрация в швейцарской системе предоставления убежища составляет от 1600 до 1800 заявлений в текущем году. В наиболее вероятном сценарии государственный секретариат по миграции ожидает 27 тысяч заявлений о предоставлении убежища в Швейцарии в 2023 году. Кроме того, в настоящее время около 66 тысяч человек со статусом защиты С бежали от войны в Украине. Разместить новых беженцев на основе уже существующих структур приема и размещения будет уже невозможно, даже несмотря на поддержку, которую миграционным властям оказывают вооруженные силы. Ну, то есть размещая беженцев в различных переоборудованных казармах либо бункерах. Дополнительные коллективные структуры должны быть созданы заблаговременно, чтобы Швейцария могла продолжать принимать всех людей, которые ищут защиту, и избежать дополнительной нагрузки на кантоны во второй половине 2023 года. Так что в скором будущем, теоретически с первичным жильем для украинцев, ситуация у Швейцарии должна улучшиться. Ну, а на этом все. Давайте теперь обсудим все эти новости в комментариях под видео. Подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться находится внизу под этим видео. Спасибо всем за внимание и за просмотр. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.